Это инструменты. Называется он плоскогубцы. У него есть конкретная миссия и есть цель. И она служит для чего-то. Строители больше меня поймут, или мужчины поймут, что такое плоскогубцы. Вот точно так же инструменты. Они являются точно так же и обидой, или любое. Негодование, злость, ревность, зависть, чувство ненависти. То есть любая эмоция является инструментом. Так как у нас сейчас контекст обиды, давайте поговорим по поводу обиды. Почему очень важно этой теме обратить внимание? Дело в том, что если мы поймем, как это работает, мы тогда поймем, как работать с этим инструментом, и будем его использовать по назначению. Потому что если я плоскогубцы использую не по назначению, ну, например, я на самом деле не знаю, для чего используют плоскогубцы, плоскогубцы, но у него точно, давайте так, вот веник, например. Вот веник я лучше пойму. То есть веник – это мой инструмент, чтобы подместить. Но если, например, я веником начну, ну, давайте там, что я там веником начну? Пилить. Он не будет эффективным. Поэтому в нашей жизни очень много есть, где мы неэффективны, потому что мы неправильно, неэффективно используем инструмент. Так вот, обиду наша психика использует с целью. Когда мне что-то не нравится, когда происходит что-то не по-моему, то есть идет столкновение мнению, у меня есть определенное мнение, и мне говорят какое-то мнение, и оно мне не нравится. И у меня идет реакция на это, которую мы называем обида. Если у меня достаточно здоровая психика, она гибкая, то, соответственно, я смогу с этой обидой справиться. Но большинство людей, что они делают? Если им обиду нельзя, если обида – это плохо, особенно мы знаем, что обида вызывает болезни. Женщина ко мне пришла на дня, говорит, у меня рак, потому что я обиделась на маму, ну и так далее. То есть она где-то психосоматики где-то перечитала. Так вот, плоскогубцы я достаю, их использую с какой-то целью, и когда они мне не нужны, я их оставляю. Как делают люди? Обиду использовали, и могут ее потом, эту жвачку, с вот этой обидой, тянуться годами. 20 лет прошло, а человек до сих пор с этой обидой живет. Вот если бы мы научились моментально прорабатывать обиды, вот она только появилась, вы сразу для себя осознали, для чего вам этот инструмент, то есть это называется элемент осознанности, и отпустили, вы уже ночью, вы легли, и не было этой жвачки. Но из-за того, что у большинства людей психика не гибкая, из-за того, что нам нельзя эту гибкую психику, есть мнение, которое застыло во времени, запечатлелось подсознанием, очень многие люди сгибают.